Здравствуйте, я Джеймс Витч. Ко мне приходят тонны спама, но вместо того, чтобы удалять его, я отвечаю. Мне нужна ваша помощь. Меня зовут Джон Келли, я мужчина 59 лет, я в госпитале в Дубае. Только что доктор сказал мне, что я не протяну полугода из-за моей проблемы с раком. Раком печи. Я отдаю свои деньги из-за моей болезни и того факта, что с моей второй женой ужасно иметь дело. Я знаю, на что она способна. Она продала свою душу дьяволу. Я не хочу, чтобы она даже подходила к моим деньгам. Джон, мне так жаль это слышать. Рак печи может быть смертелен. Похоже, ваша жена ужасна. Вопрос, вы уверены, что это рак или, может, жена вас отравила? Попробуйте проверить свою пищу перед её приёмом. Моя жена очень злая женщина. Она хочет моя умирать, чтобы получить мои деньги. Джон, ко мне пришла идея, пока я был в ванной. Когда будете ужинать с женой, скажите, глянь туда, так? И пока она не видит... Поменяйте тарелки местами. Так, если она вас отравила, то она съест яд. Вы должны помочь мне вложить 9 миллионов долларов, но моя жена... Не должна об этом знать. Забудьте, что я сказал. Не меняйте тарелки. Она умна, она могла предсказать это и уже поменять тарелки местами. Не меняйте их! Спасибо за вас, добрый совет, но мы отошли от темы. Свяжитесь с конторой Либерти в качестве моего представителя и переведите деньги на свой счёт. Джон Келли, я ещё раз принял ванну и понял, что нам надо их поменять. Боюсь, она предугадала наше предсказание и даст вам яд. Конечно же, возможно, что она продумала и это. По сути, я в замешательстве. Джеймс, Вич, у меня сегодня операция. Свяжитесь с моим адвокатом. Скажите, что я завещаю вам более 9 миллионов за просто божественную работу. Может быть, это комиссия. Дорогая контора Либерти, Джона сегодня режут. На случай, если всё обломится, он завещал мне 9 миллионов 200 тысяч долларов, чтобы я их потратил настолько привольно, как можно. Свяжитесь со мной и дайте знать, как лучше всего получить деньги, ибо у меня огромный счёт за воду, и его нужно быстрее оплатить. Нам жаль нашего клиента, мистера Джона Келли. Потребуются ваши личные данные, чтобы подготовить документы. Пожалуйста, пришлите в офис вот это. Дорогие Либерти, да, конечно же, вот вам то, о чём вы просили. Дорогой Джеймс Вич, мы не могли ответить вам вчера, потому что узнали, что Джон Келли умер. Джон Келли скончался вчера, ранним утром. Ответьте мне, чтобы я сообщил вам, как вы можете отправить 900 долларов США в суд, чтобы передать вам наследство. Мне так жаль слышать, что Джон Келли скончался. Это шокирующий и невожиданный поворот событий. Взгляните-ка на жену. Как по мне, с ней что-то не так. Дорогой Джеймс Вич, да упакается его душа с миром. Но пришлите деньги. Погодите-ка, я живу в Лондоне, и я могу просто заскочить к вам, чтобы передать 900 долларов. Неплохо было бы встретиться лично. Я подошёл к вашему лондонскому отделению, но не смог найти офис. Просто пустую парковку. Что такое? Но мне пора бежать. Ванна сама себя не примет. Перевёл и озвучил Кирилл ВашПро. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на которую в описании. Это очень важно.